Есть несколько основных правил составления тренировочной программы для получения максимального рельефа мышц и снижения жировой прослойки. Правило первое. Объем тренировки и количество повторений. Представьте, что вы пожали лёжа 80 кг на 6 повторений. В этом случае тоннаж подхода составит 480 кг. А теперь представьте, что вы пожали 50 кг на 15 повторений. В этом случае тоннаж подхода составит уже 750 кг, что значительно больше, чем в первом случае. Другими словами, тренировки с умеренно высоким количеством повторений помогут вам сжечь больше калорий, чем тренировки с низким количеством повторений. Но следуя такой логике, можно выполнять упражнения только с собственным весом, увеличивая тоннаж на максимум за счет количества повторений. Но это не совсем верно. Дело в том, что добиться максимального гормонального выброса для жиросжигания при минимальном закислении мышц, который их существенно разрушает, мы можем, выполняя упражнения во временном диапазоне 20-40 секунд, после чего должен наступить отказ. Следовательно, тот максимум повторений, который мы можем использовать, это 15-20 или больше, в зависимости от амплитуда движения. Например, выполняя полноамплитудные приседания со штангой в умеренном темпе. Это могут быть и 10 повторений. А при выполнении приседаний собственным весом в домашних условиях, в более быстром темпе и сокращенной амплитуде, это будет уже не менее 15-20 раз. Слово «Пример программы тренировок в тренажерном зале и в домашних условиях» есть в статье по ссылке в описании к этому видео. Правило второе. Выполняйте базовые упражнения. Именно при выполнении сложных базовых упражнений, лидерами из которых являются приседания, жим лёжа и становая тяга, в работу включается максимум мышечных групп, что ведёт к большому гормональному выбросу и заставляет нас тратить больше калорий. Например, нагрузка на ноги в тренажёре будет несопоставима с нагрузкой в приседаниях, и приседания при тренировке ног всегда будут более эффективным упражнением. Правило третье. Общий объём работы. Чем больше вы будете двигаться при создании рельефа своего тела, тем быстрее расстанетесь с жировой прослойкой. Отличным дополнением к основной силовой тренировке будет кардионагрузка. Кардио добавляется либо после основной силовой тренировки по 20-30 минут, либо в отдельные дни по 60-90 минут, в зависимости от вашей физической подготовки и интенсивности кардио. Интенсивность кардио может быть как средней или высокой в виде бега, так и лёгкой в виде пешей прогулки. Правило четвёртое. Питание. Как бы интенсивно вы не тренировались, ваши мышцы не приобретут нужный рельеф без корректировки питания. Самый простой способ снизить калорийность – это заменить часть углеводных продуктов белковыми. Например, вечером вместо картофеля и котлет съедать рыбу и овощи. А на обед нежирные сорта мяса или рыбы с овощами. Как ни парадоксально, но 1 грамм белка и 1 грамм углеводов имеют одинаковую калорийность в 4 калории. Но среднее содержание углеводов в углеводных продуктах – 60, а белка в белковых всего 15. Поэтому по умолчанию белковые продукты всегда будут иметь более низкую калорийность. Таким образом, заменив в своём дневном рационе часть углеводных продуктов белковыми, вы уже начинаете снижать жировую прослойку и увеличивать рельеф мышц. Самыми удачными белковыми продуктами для осушки будут кальмары, куриная грудка и нежирные сорта мяса. Например, говядина. Самыми лучшими из овощей – огурцы или любые виды капусты. А из круп – дикий и бурый рис – гречка, перловка или другие крупы тёмного цвета. Пример рациона питания для снижения жировой прослойки и рельефа мышц вы также найдёте в статье по ссылке в описании к видео. Если вам понравился ролик и вы считаете его полезным, поделитесь им в любой из социальных сетей. Этим вы очень поможете развитию проекта. Ну и разумеется, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. До новых встреч!